Юрданис де Спани Ререк, которого в Афинах выбило соревнование в очень равном бою, в котором, в общем, победу можно было дать в любую сторону, Андре Дирел из Соединенных Штатов. Но на Олимпиаде они не встречались, как, собственно говоря, это ясно. Ну что, Гена, удачи тебе. Да. От души пожелаем удачи Геннадию Головкину. Высокий, я смотрю, в испании Ререк. Это весовая категория до 75 килограммов. Да, Ререк далековато бросает руки, да, и мы сразу видим такое напряжение в движениях Головкина, потому что нужно будет как-то прятаться от этой передней руки. Хорошо сейчас с задней руки сильным ударом справа достал, так, через руку. Выдергивает на себя тубильца. Кстати, он бросает руки в пустоту, если они слушают, герой-то в пустоту бросает. Понимаете внимание. То есть все чувствует, пока еще особых активных действий Головки не предпринимает, но кубийца чувствует. Не оставаться. Сорвался и ушел. Очень серьезный бой. Ну, в этом весе и не может быть серьезным. А потом ведь пакторы, ну и просто классные. Хорошо, лево, слева так, боковой. Головкин чемпион мира. Воткнул, да. Да, Головкин, отлично. Отлично, право, ой-ой, как он угадал. Вот прочувствовал соперника, угадал. Кстати, Ререк уже набросался руками, я имею в виду, надо промахиваться. И каждый удар будет бить, уже боясь промахиваться. Несколько раз наказать было за Прохова, и все. И было бы тогда более спокойно. Мне кажется, Головкин, из Калиша, в пространстве Рера, не дает ему пользоваться преимущественным ростом. Сейчас попробую, чтобы он слева попал. Нет, замечательно, замечательно. Ну там ответ был обоюдный, ну классно, посмотрите. Где-то взорвался он достаточно неожиданно. Смотрите, пропускал. Кубинец не мог выйти с той же силой, потому что он неудобно стоял. Головкин изначально занял позицию центра ринга, давил Кубинца, давил, но не пил, не наносил удары, давил, ждал промаху соперника. Чувствовал его, потихонечку подбирался, пропирался. Подбирался, и после этого, когда Кубинец стал промахиваться, устал его подхватывать. Да. Интересный бой, да? Интересный, да. Мне показалось, если бы, вот по очкам 10-10, но мне показалось, что если бы, вот мы, по судейским запискам, я бы Головкин отдал. А он лишил основного, Головкин решил основного качества рера, решил передней руки. Вот не попадает передней рукой в Головкин, а он убирает голову. Это говорится о том, что, вот сколько раз мы с вами говорим, убирайте голову, делайте движение корпусов, встайте у Головкин, мы сейчас это увидим, хорошо получается. Дай Бог. Второй раунд. Ну, хорошо. Видите, как он убирает голову, обрадим внимание. И мажет по пустоту, бьет по воздуху. Это очень раздражает, когда бьешь пустоту. Он сейчас достал справа. Ну, вот это вот, чистый, это кубинский вариант, ударить по затылку. Никогда может, господа, прекратить это делать. Я думаю, что никогда попал бы справа два раза причем. То есть, по мере, они очень плотно, но все-таки. А, хороший удар, такой неожиданный, кстати. Неожиданный, да, левый, боковой, уже не первый раз я его видел. Да, смотри, движение корпуса, видите, красиво, да, что я говорю. И ведь руки летят мимо. А это вот уже просто один, что сильный удар, хотя бы нанести головки. Смотрите, сколько обманывает движение. Нет, сколько защиты движения у Головки, на удары-то летят мимо. Очень хороший бой. Ну, ну, тут здоровый кубинец. Просто гоняет, наверное, сильный вес. Хорошо. Опа! Хорошо. Вот, наверное, здесь, наверное, не надо останавливаться здесь. И попал справа. О-о-о! На тридцатистый прямой справа. Вот чуть-чуть, вот ближе попал. Головки почувствовал, что он попал. Ну, где еще? Отлично, отлично. Еще, еще. Почему очки-то не дают? Ну, потерпи немножко, еще раз. Ну, потерпи, потерпи, потерпи. Поймай его еще раз. Ну, ой. Наконец, одно очко дали. За 4-5 ударов. Отлично. Хороший раунд. Хороший раунд. Хороший раунд, да. Вот мы говорим. Обман и движение о защите. Великолепные защиты. Видите движение от корпуса. И многие удары летят мимо. Но мне не понравилось то, что вот чуть-чуть, не чуть-чуть, а крепко придерживали Головкина. Вы видели, вся концовка раундов. Просто какой-то бенефис Головкина. 4-5 сильных ударов. И одно очко за это. Ну, как-то... Александр, это без комментариев. Я не хочу обсуждать работу... А почему без комментариев? Я не хочу обсуждать работу филейских коллегий, потому что это не мои компетенции. Я не знаю эту работу. И поэтому эти люди профессиональные. И вмешатся в том, в чем я не понимаю. Я могу сказать, на мой взгляд... А неужели вы разбираетесь в боксе хуже, чем в суде? Не так, правда? Я плохо разбираюсь вот в этой капитальной графике, на которой они печатают. В том, что происходит на ренде. Но не хуже же у них вы разбираетесь. Так, Александр, давайте мы посмотрим, что будет происходить дальше. Насколько интересный напряженный поединок. Отлично. Вот корпус, убирает голову. Отлично. Где-то направо-направо. Хорошо по корпусу поправилось. Ну, не оставайся, Бене. Ладно, ничего нет. А вот так. Вот эти все промахи, они так теснят на нервы. Я смотрю, что у всех купильцев одно и то же. Когда бой начинает идти не по их сценарию, они какие-то разобранные становятся. Ну, когда вас бьют, вы будете разобраны. Конечно, теряется уверенность, теряется бежонство. Вот это ощущение. И нет. Все теряется как-то уверенность. Бежонство-то само со мной. Теряется уверенность. И что? И где хваленый купильник? Я не очень понимаю. Ну, есть мастер-шплот, да. Конкретно в Испании РРУ никогда никто особо не хвалил. Нет, ну я просто говорю, общая кубинская школа. Что невозможно выиграть. Их можно бить, их надо бить. Смотрите, что делает Головкин. Головкин побеждает. Я надеюсь. Ох, хорошо походился, да. Вы знаете, очень хороший взрыв у Геннадия Головкина. Очень хороший, все удары очень жесткие. И самое интересное, он выбирает четкий момент для атаки, для этого взрыва. И почти всегда исполняет редко, но на 100% в этих ударах. Заканчивается третий раунд. Заканчивается. И кажется, счет сравняется. Отлично. Хороший удар. И снова болтанул, болтанул кубинцам. Когда кажется, надо... А что кажется? Вы говорите, сравняется счет. Наоборот, еще увеличился разрыв. Я сказал, сравняется счет в матче. А, а то это самое, я думал, по очкам. Это да, это... 4-4, похоже, будет. Ну давайте не будем загадывать. Да, давайте не будем. Но все-таки 6 очков у Головкина. Отыграть у Головкина, который на коне, который вот на подъеме. Смотри, показал. Немножко, вот знаете, в чем дело? Немножко остался. Немножко остался. Неудобное положение он стал, и не было возможности убрать горку. И вместе в Головку, чтобы удар просвистел. Ну, что еще? Кажется. Папа, я не ж– Папа, я не ж– Папа, я ж– Папа, я ж– Папа, я ж– будет атаковать понятно делать попробовать здесь нужно будет четко распределить свои силы головки так же давать промахиваться я думаю что очень четко и конкретно вернее кому понятен и он может выдержать просто не стараясь выиграть этот раунд остаться при своих это мы этого не будем а вообще бог знает может быть наоборот нельзя отдавать инициативу нельзя отдавать александр то есть надо работать в этом же ключе то есть нужно выбирать момент использовать на все сто процентов вот эти серийные атаки не выжидать если ты встал вот здесь вот обычно головки собирается собирается после разрывается на все сто процентов вот приблизить ну соберись и старались мало чего реально происходит прошу обменялись обычно показал что с головки лучше прокопа нет это по-моему не иногда он там зацепился за попал рукой попал и зацепился за счет почет и немножко ноги неправильно стали кубинцы и поэтому еще попал головки сейчас зацепил за спани рара но ничего надеюсь что ты на последний успех что мне нравится это то что такое ощущение так неплохо да вот смотрите это называется концовка то есть он не отдает ни одного очка молодец вот характер да но лучше засчитывать нападение осталось 4 очка поэтому не надо отдавать отлично ну все и так все от матча сравнялся 40 37 тетки выиграл заловкин концов счет у нас 4 4 поединка счет 4 4 3 поединка каждый из команд нужно выиграть два из них итак в этом бою победу по очкам со счетом 43 47 победил геннадий колонкин и счет 3 4 4